Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня у нас две пиццы. Маргарита, которую я раньше очень любила, когда мне было лет 12, наверное, подросткам. И моя любимая салями. Вкуснятина. Еще сверху положили зелень какую-то непонятную. Такое ощущение, что это листья деревьев. Кстати, я не голая. Потом в кадре такое ощущение, что я вообще сижу голая. Так, давайте приступим. Я вообще все так задумала. Все равно остыла немножко. В общем, я накрасилась. Все приготовила и только после этого заказала пиццу. Когда уже абсолютно все было готово. Чтобы сразу сесть, снимать видео. Я раньше, когда была подростком, всегда брала только маргариту. У нас была любимая пиццерия. Около школы ходили мы туда. И там, кстати, продавали по кусочкам пиццу. Мне кажется, в России сейчас так по кусочкам продают пиццу. У нас по кусочкам приобрести редко, где можно. А иногда просто хочется один кусочек пиццы. Или ты приходишь в ресторан абсолютно один, хочешь пиццу. Не знаю, есть ли сейчас в России. У нас рядом с домом была пиццерия Ташир. И мы ходили исключительно туда. С одноклассницами после школы. Можно было, конечно, самой приготовить пиццу. Но я решила заказать, потому что не очень поздно. Встала, я бы не успела просто приготовить. Вчера до четырех ночи рисовала бумажный сюрприз. И я просто обнаружила, что у меня болит рука правая. Видимо, от перенапряжения. Сегодня поэтому отиспалась. Встала в час. Когда я много сплю, я так хорошо вижу. Насчет комментариев. Некоторые мне пишут, и вы наверняка правы, что раньше я была более открытой. Что я больше всего рассказывала из своей личной жизни. Больше показывала своих подруг в кадре. Сейчас стала более закрытой. И вы знаете, вы абсолютно правы. Действительно, это так. Просто начали возникать некоторые проблемы из-за комментариев. Например, кто-то что-то вот так сказал. И все из-за этого недомолвки, недопонимания. Поэтому я решила что о чем-то я не буду говорить в видео. Во все я посвящать свою аудиторию не буду. не из-за вас. А просто из-за моего окружения. Снимать, кого попало там во влоге тоже неправильно. Что касается моей семьи, у меня очень доверительное отношение с женой, братом. С братом. То есть просто идиллия, реально. Я знаю, что они если им что-то не понравится во влоге, если они прочитают какой-то комментарий неприятный для себя, который, например, я не успею удалить. то они как бы прямо мне скажут об этом. Очень вкусная пицца. Колбаса прям, видно, не экономили. Хорошую колбаску взяли. Я надеюсь, мне удалось вам объяснить. Я говорю на какие-то посторонние темы. О своих планах, там, не знаю. О каких-то финансовых моментах. О своей жизни, там. О своей внешности. Но свое окружение я стараюсь не затрагивать. Так лучше, мне кажется, для всех. Вообще, с возрастом мы меняемся. Меняются наши приоритеты, взгляды на жизнь. Изменяемся мы. Я со всеми общаюсь. У меня все хорошо. Просто я не все это демонстрирую и показываю. Что касается Первана, она просто очень добрый, светлый человечек. Ее я могу спокойно снимать. Я знаю, что если у нас настолько доверительное отношение, она для меня как старшая сестра. Когда я делаю что-то не так, она всегда говорит, точнее, говорит моей маме, можно я ей по башке дам? Когда я делаю что-то не так. То есть настолько близкие отношения, поэтому ее снимать, показывать, не проблема для меня. Какая же вкуснотича, реально. Хорошо, что заказала. Потому что пока готовишь, тут попробовала немножко. Пару помидорок лишних получилось тоже в рот. Когда пицца готовая, ты уже сытый. Да, опять же, некоторые пишут, вот мамы, папы нету. Айка питается фастфудом. Я вам скажу так. Вот приготовлю я сейчас, например, огромную порцию оливье. К примеру, мне придется и завтрак, и обед, и ужин оливье. А мне надо снимать мукбанки. Я не могу и завтрак, и обед, и ужин кушать оливье. Во-первых, не могу, потому что я люблю разнообразие. А во-вторых, не могу... Да и вообще в видео мне надо кушать разное. Сделать оливье, например, на одну порцию. Мне просто жалко свой труд. Столько времени стоять у плиты, это все варить. Одну картошку, одно яйцо. Уже лучше я переплачу, но закажу. Поэтому вынужденная мера. Но после похорон я так полюбила мыть посуду. Я просто столько посуды вымыла. И вы знаете, в таких ужасных условиях, в том плане, что надо в тазик набирать воду, мыть всю посуду в этом тазике, потом наливать другой тазик, полоскать, потом еще один тазик, еще полоскать. Не знаю, надолго это или нет, но сейчас, когда я открываю кран, и оттуда идет вода. Я так кайфую. Так круто мыть посуду. Еще воду надо таскать у соседа. Поэтому вот эту воду, с которой ты полоскал, надо еще в огород отнести и дерево полить. То есть все на самом деле очень сложно. Последний кусочек. Видев все эти условия, точнее я видела эти условия раньше, но раньше, когда это было 5-6 стаканов, например, это не составляло труда. А когда у тебя, например, 50 стаканов, и тебе надо вымыть таким способом, уже это понимаешь нифига себе. Мне кажется, наши традиции, мусульманские традиции, они самые лучшие в мире в том плане, что пока ты всех накормишь, пока ты всех встретишь, пока ты всех уложишь, усядешь, чай туда-сюда, обед приготовишь. Просто человек реально забывает о том, что у него произошло горе. и очень помогает это все реабилитируется. пицца. Пицца была очень вкусна. Вот реально без преувеличения. я думала между пиццей три сыра и маргариту. В конце взяла маргариту. в общем, после приезда в Баку я открываю кран. Там идет отличная вода. И это не потому, что мы такие жмоты. Мы не можем поставить, например, мотор и нормально пользуются водой. Дело в том, что там была вода. Стоял мотор. Из кранта шла вода. Просто уровень воды упал. Возможно, это связано с тем, что мы там не живем, например. Потом еще глубже копали и ставили опять мотор. Прошло пару лет и опять вода упала. То есть уровень воды упал. И поэтому мы как бы ничего не делаем. У соседей есть вода. Они очень глубоко зарыли артизан. Нам тоже, по идее, нужно так сделать, но говорят, что если даже мы так сделаем, если постоянно этой водой не пользуются, то уровень воды падает. Поэтому такой замкнутый круг получается. На этом, я думаю, пора закругляться. Пицца была нереально вкусная. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.